Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем ничего нового. И сегодня я бы хотела обсудить с вами одну достаточно важную тему, эту тему комплексов. На самом деле есть очень много чего сказать на этот счет, плюс началась учеба, а это значит, что сейчас у вас возможно есть некоторые тоже вопросы, вопросы к себе, вопросы к всем людям, которые вас окружают, какие-то новые комплексы, какие-то новые проблемы. Я бы очень хотела рассказать вам несколько историй, и в частности одну историю, которая произошла со мной буквально на той неделе, которая просто, знаете, разделила мою жизнь. Вот я вам серьезно скажу, на до и на после. То есть у меня как будто произошло такое событие, что вроде ничего не произошло, но у тебя внутри все перевернуло, сейчас с вами поделюсь. Параллельно я буду делать макияж и заодно покажу вам, возможно, что-то прикольное. Один из интересных макияжей, который я придумала буквально вчера, но как придумала, увидела на каком-то арте и решила повторить. Сегодня я выгляжу как никогда прекрасно. Тех, у кого прыщить, я ему говорю, что они привет, а всем остальным соболезнуют. Ну, такие дела. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Несколько лет назад снимала видео о том, что у меня были комплексы по поводу роста. И я думаю, что кто-то из вас это видео уже смотрел, но если не смотрели, то обязательно посмотрите, потому что там я полностью рассказала вам всю историю на тему того, что меня очень сильно беспокоил в одно время мой рост. Буквально вот совсем недавно я осознала, что на самом деле мои комплексы были, это далеко не только в росте. Всю свою жизнь во многом под влиянием родителей, под влиянием сверстников не делала то, чего я на самом деле хотела делать. То есть, несмотря на то, что у меня достаточно такой бичи характер, несмотря на то, что я всегда была абсолютно независима, если что-то хотела делать, я это делала. Тем не менее, на меня постоянно оказывалось какое-то, знаете, глубинное давление, когда вроде на тебя никто не давит, но вроде как бы ты сам понимаешь, что ты не можешь это сделать. Я приведу пример. Вы хотите пойти гулять, и родители вам не запрещают идти гулять, но вы прекрасно понимаете, что если вы пойдете погулять, вы вернетесь домой, и на вас будут просто пассивно-агрессивно смотреть, и дома будет очень напряженная атмосфера. И вот совсем недавно я осознала, что большую часть моей жизни я, блин, жила в такой атмосфере. И поэтому я всегда думала, что я вроде такая, ага, классная, свободная, я могу делать вообще абсолютно все, что я хочу. Такая безалаберная и классная, и жизнь моя просто односплошное развлечение, потому что я вся такая сильная, блин, независимая 12-летняя девочка. И вот буквально недавно я реально поняла, что это нифига, блин, не так. И очень много вещей я не делала как раз-таки по той самой причине, потому что я понимала, я их сделаю, меня не поймут. Меня напрямую не осудят, но знаете, лучше бы напрямую осудили. Там кот просто атакует ковер, теперь он повалил лампу, сейчас я вернусь. Не мешает, видео важное снимаю, а то там ковер такой уж. Буквально недавно я общалась с моей подругой, у меня была ужасная бессонница, у меня была тоже, а у меня такое всегда. То есть у меня какой-то вот есть у меня круг близких друзей, мы очень хорошо, эмпатично друг друга чувствуем. Она мне просто пишет часа в три ночи, что она стала заниматься косплеем, что вот она сейчас записывает видео в ТикТоке, что ей все это очень нравится. И что она, конечно, очень сильно сожалеет о потраченном времени, что она не делала этого раньше, хотя она всегда хотела. И я очень хорошо помню, что когда мы с ней познакомились, она была лет по 11-12, вот она еще тогда пыталась наделать какие-то закосы, какие-то такие мини-макияжи под персонажи, которые ей нравились. И в принципе у нее реально получалось хорошо, и мне нравились ее работы, как бы все было классно. Но она не давала себе в этом никакого развития, потому что она буквально боялась, что ее не поймут. Причем родители ее поддерживали, но как бы всегда еще остаются такие моменты, как доноклассники, как окружающие. И глубины, если говорить, да, возможно, какой-нибудь мальчик там в школе ей бы и сказал, типа, что ты постишь какую-то хрень. Но с другой стороны, она лишила себя вот этого удовольствия, и сейчас она поняла, что она просто потратила много времени, что у нее остались вот эти вот незакрытые моменты, с которыми она хотела бы поработать, что вот ей просто нравится делать то, что она делает. И всю жизнь у нее была цель просто этим заниматься. Во время этого разговора я поняла, что меня ужасно тянет на кастом. Что я буквально с ума схожу, что мне очень нравится кастомить вещи, что я получаю от этого очень сильное удовольствие. А когда она поделила свою историю, потому что она хотела делать кастплей, делала закосы, но она их не делала, потому что она очень сильно переживала, что у нее не тот нос, что у нее не тот вес, что у нее не то лицо, что там она не слышно хорошо обладает фотошопом, что кто-то там ей об этом обязательно расскажет. я поняла, что я, блин, реально по жизни практически всю свою жизнь настолько безопасно пыталась как-то жить, настолько безопасно выбрала позицию из серии, я вроде все делала, а вроде не делаю ни хрена из того, что хочу я. Я ограничивала себя, блин, даже в каких-то таких вещах из серии рисования, из серии какие-то там вот самодельные эти штуки, просто потому что, возможно, в один момент времени мне кто-то ляпнул, что это пустая трата времени, что это никак невозможно, чтобы тебе помогло по жизни, или что это просто тупо, я эту фразу запомнила, и я этого просто избегала. Как человек, который учился в художке, и, в принципе, мне всегда нравилось рисовать и все такое, там делать всевозможные дизайнеры, дизайны, баннеры, то есть, ну, вот такими вот вещами заниматься именно творческим, это всегда было внутри меня, я себя просто от этого отстранила. Даже сейчас тут происходит какой-то кастом, не обращайте внимания, это, конечно, недоделанная работа, но в целом я лишала себя удовольствия по жизни заниматься чем-то, чем я хочу, а я, блин, всю жизнь хотела делать что-то руками, кастомить. Это видео еще не вышло, но, как бы, вы уже видите спойлеры. Это буквально перевернуло всю мою жизнь, потому что, ребят, если вы хотите что-то делать, вы просто должны взять и это делать. Понятно, что мы все паримся, и понятно, что у нас у всех есть комплексы, и понятное дело, что где-то, если там начинать копаться, то можно раскопать целый клад всякой неведомой фигни, и вообще вопрос, открывает ли этот ящик Пандора, или лучше оставить его там, где-то там внутри, а потом в какой-то момент получить осенение и понять, что, в принципе-то, блин, а что мне мешает заниматься всем тем, чем я не занималась раньше сейчас. И все эти проблемы вместе с ростом, вместе с осознаванием того, что я не могу делать то, что я по-настоящему хочу делать, но при этом обманывая себя по жизни в том, что я вроде как вся такая свобода, но по факту никакой свободы у меня нет, потому что я всегда думала о том, какая будет на это реакция. И, возможно, это даже в какой-то себе нехорошо, потому что очень много всякой фигни в этой жизни я тупо избежала, просто потому что я всегда думала о том, что если я это сделаю, я получу какое-то, возможно, не самое позитивное продолжение событий. Но, с другой стороны, я могла бы и не получить чего-то плохого, потому что у меня с Ориной никогда не было желания каким-то прям вот совсем трэшем заниматься. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что, в принципе, единственное, чего я хотела в том же подростковом возрасте, это больше проводить времени в реальной жизни со своими друзьями, а не только в интернетах сидеть до 5 утра, чтобы в 8 утра вставать и бежать в школу, а потом просто до 12 ночи шара ходить по репетиторам и всяким таким другим маргинальным личностям. Непонятно, зачем я был репетитор, например, по физике, по химии, по истории и т.п. и т.д. Как бы смысла в этом было абсолютно ноль. Кругозор от этого мой не расширился, лучше от этого не стало. Была только какая-то адская ненависть вообще ко всему. И единственное, душно было это посиделки в интернетах. Параллельно обрастая кучей комплексов, таких как у меня дурацкие волосы, у меня дурацкая прическа, у меня дурацкий рост, у меня дурацкий голос. В какой-то момент у меня начались вообще дикие загоны на тему моего голоса. Я его просто в один момент возненавидела. Когда я была мелкой, я ходила в музыкалку, и я прекрасно пела, и мне все говорили, что у меня, ой, там прям овер дофига октафора, вот чуть ли не Арианочка, Великая Гранда. А потом что-то произошло. Не знаю, что произошло, у меня был какой-то надлом, надрыв, возможно, я что-то где-то в какой-то момент растянула, возможно, я просто обленилась, и сейчас я себя обманываю, но вот это мой голос прекрасный исчез, и появилась непонятная вот эта вот нянка, ой, дейсел, здравствуйте, до свидания, всем привет, настало время года на ютубе. Появился вот этот вот прекрасный голос, который мне тоже, в принципе, нравится, но кто-то мне, блин, ляпнул, что я пищу, и все. И это просто переломило меня. И с того момента я перестала общаться по телефону, а слова вообще... Я причем внушила себе что-то мое, потому что я просто не люблю говорить по телефону, а по факту я ужасно комплексовала своего голоса. Я лишний раз старалась не заходить в то же, там, не знаю, скайп, дискорд, даже когда мы играли в онлайн-играх, я всегда говорила, что у меня нет микрофона, хотя, конечно же, у меня микрофон есть, он там валяется. Даже не спрашивайте, как я при всем при этом снимаю видео на ютубе, я просто не знаю. Хотя первое время мне было очень-очень-очень печально. Комплексы, они могут появиться у вас абсолютно на ровном месте, абсолютно на любой момент времени, и вы сами не отдадите себе отчет, с хрена они у вас появились. И вот этот вот тонкий момент, когда вы осознаете, что что-то в вашей жизни начинает меняться, например, раньше вы любили говорить по телефону, потом кто-то что-то там вляпнул, и вы уже перестали говорить по телефону, и внушили еще себе, что на самом деле вам просто это не нравится делать. Но тут важно отличить, вам не нравится или вы думаете, что вам не нравится, потому что, ну, например, там, я не знаю, мне не нравится мясо, я не думаю, что мне не нравится мясо, мне просто, в принципе, не нравится. Нет, я не веган, не вегетарианец, просто, в принципе, вкус мяса мне не нравится. И там, например, когда хожу в ресторан, я никогда не заказываю себе стейк, И мне никто не внушал, что мясо мне не нравится. Просто, как бы, мои вкусовые рецепторы все за меня решили сами. Я сейчас считаю, что самое эффективное, что вы можете сделать по борьбе со своими комплексами, ребят, если у вас есть комплекс на тему внешности, это найти себе единомышленника, с которым вы сможете это все обсудить. Я считаю, что без друзей, которые бы смогли вас поддержать, здесь, в принципе, будет очень тяжело. Поэтому вам просто необходим человек, с которым вы сможете общаться, которым вы сможете открыться и довериться. Сейчас адресую стрелку и продолжим. Вы знаете, сейчас я хочу дать вам еще несколько советов, которые я сама для себя поняла, которые я для себя открыла. В ходе общения потом с рядом очень многих моих знакомых, моих друзей и с людьми, которые, в принципе, пережили вот эту всю историю про комплексы. Неважно, причем, на какой почве они основаны. Голос, рост, вес, целыхложение, параметры. Все, что абсолютно угодно. Вы боитесь делать что-то, что вы хотели бы делать на самом деле, потому что вы боитесь какого-то осуждения со стороны своих одноклассников или кого-то там еще. Например, ты хочешь пилить видео в ТикТоке, там, но боишься, что тебя просто зашемят в школе. Факт, это ты должен понимать, что что бы ты ни делал, у тебя в любом случае захотят зашемить. Ну, блин, тебя зашемят. И не важно, за что тебе будут шемить, тебе все равно будут шемить. Там, за рост, за резать, за твои ТикТоки, за то, что ты начал снимать видео, у тебя не зашло. За то, что ты начал снимать видео, оно у тебя зашло. Как бы здесь просто вариативность ситуации, она потрясающе огромная, восхитительная. Что бы ты ни делал, в конечном итоге, те, кто хотят как-то сделать тебе неприятно, а в определенный период времени такие люди встречаются на дороге у каждого из нас. Они тебе делают неприятно. Ну, просто это специфика времени. Ты не должен отчаиваться и не должен приниматься слишком близко к сердцу. И уж тем более ты не должен отказываться от своей мечты, просто потому что ты, блин, паришься. Что какой-то чувак, о котором ты вообще, скорее всего, уже скоро не вспомнишь, на которого тебе это самому, блин, плевать, а в теории может что-то сказать тебе. Если ты комплексуешь из-за того, что у тебя какое-то там телосложение такое, которое бы ты хотела, то всегда есть два пути. Первый путь, вот найти решение и довести свое телосложение до того идеала, к которому ты сама стремишься, конечно, предстоит какая-то, скорее всего, работа. Потому что за один день изменить свое тело это невозможно. С другой стороны, если тебе это реально надо, то это же очень здорово, если ты начнешь действительно, на самом деле, делать то, что тебе поможет, достичь своей цели. К тому же это будет твой путь. А также, возможно, на этом будете ты посрещать еще каких-то людей, с которыми ты в дальнейшем, возможно, подружишься. И у тебя будет еще и прикольная история о том, как ты вот с кем-то познакомился, пока пыталась, например, там, не знаю, подкачаться. Очень важно, чтобы окружение, с которым вы сталкивались, оно вам не вдалбливало в голову, что вы какой-то не такой человек, потому что у вас, блин, там, рост, ну, не тот, который бы вы сами себе хотели. И ты этот буллинг просто съедаешь. То есть ты принимаешь его, и это, естественно, начинает голодать тебя изнутри еще в 10 раз сильнее. Конечно, ты не можешь повлиять на этот буллинг со стороны, там, не знаю, всего своего, например, класса или всего вообще окружения, которое есть в твоей жизни, но ты можешь повлиять на со стороны своих друзей. Я думаю, вы прекрасно знаете, что бывают такие люди, с которыми ты вроде общаешься и вроде неплохо, а как бы они тебе почему-то все время не забывают напомнить какой-то, на самом деле, ничемный и ущербный. Такими людьми нужно сразу обозначать свои границы и говорить, типа, чувак, как бы замечательно, что ты считаешь меня, там, не знаю, гномомом, это все очень прекрасно, гном милый и вообще зашибись. Только, пожалуйста, как бы ты или завались, или нахрен пошел, не хочу с тобой общаться, потому что мне это неприятно. Мы очень часто подсаживаемся на людей, которые ничего хорошего нам не дают, но они дают нам эмоции, какие угодно. Это очень, если не вдаваться в подробности, можно описать одним словом абьюз. Не надо строить абьюзивные отношения с кем бы то ни было, потому что вы погрянете в этом абьюзе, у вас будет эмоциональная зависимость от того, чтобы вас унижали, и вы свою жизнь в дальнейшем нормально просто не построите, потому что вы везде будете искать людей, которые будут присаживаться вам на уши и делать всякую дичь. И вы по жизни будете слышать о том, что, ага, все твои проблемы из низкого роста, а вот была бы ты повыше, было бы все иначе. Я, короче, сняла это видео и такая, когда монтировала, думаю, блин, вообще мне выкладывать его или забить? Я решила сделать опрос у себя в Инстаграме, какие вообще у вас комплексы, о чем вы думаете? И просто одно из первых сообщений, которое пришло, выглядит вот так. И я поняла, что, блин, я реально сказала все правильно, потому что люди, которые переросли свои комплексы, которые с ними поборолись, они говорят абсолютно то же самое, что испытываю я. Просто достаточно такая ответственная история. И я подумала, возможно, я заблуждаюсь, возможно, я не права. Но потом увидела несколько подобного рода сообщений и поняла, блин, нет, оказывается, это работает у всех примерно одинаково. Если вы испытываете комплексы на тему вашей внешности, попробуйте найти для себя какой-то другой альтернативный стиль. Возможно, вам не столько не нравится ваша внешность, сколько вы не нравитесь себе сейчас в плане вашего внешнего вида. И я сейчас говорю не про черты лица, а именно про стиль одежды, про стиль макияжа. Возможно, просто то, что вы сейчас делаете, вам не идет. Я не говорю о том, что нужно там, не знаю, сидеть и просто облизывать себя макияжем, зашивать себе скотчем, просто глаза натягивать, там, не знаю, губы тоже вот клеем фиксировать и по всем этим прекрасным макияжным лайфхакам, которые я периодически проверяю на этом канале. Я просто говорю о том, что, возможно, ваша проблема, она не столько в том, что вы себя там не любите, потому что вам не нравится ваша внешка, а, возможно, в том, что вы просто не нашли еще тот стиль, в котором вам будет себя комфортно воспринимать. Банально расскажу на себе. Мне в последнее время нравится такой более оверсайз стиль, менее привлекательный, менее кексиковый. И я себя сейчас чувствую комфортно только в таком а-ля более бичевом стиле. Я называю его бомженькой. Мне реально в нем сейчас очень-очень хорошо. И когда я пытаюсь одеть какую-то гламбурную шмотку или какую-то просто женственную одежду, мне прям сразу становится не по себе. Я смотрю на себя в зеркало и думаю, блин, какая я стрёмная, такая некрасивая, просто ужасная. Я понимаю, что как бы, да ничего не изменилось. У меня лицо то же самое, тело то же самое. Просто вот вместо мешковатых каких-то там брюк и оверсайз худи я надеваю юбку, и все. И это уже воспринимается по-другому. Наше понимание комфорта, оно тоже во многом формирует наше отношение к нашей внешности. Потому что, как бы ты там не выряделась, если тебе тупо неудобно, если ты не можешь нормально, как тебе нравится, сесть, ты будешь беситься. У тебя будет устало лицо, у тебя будет недовольное выражение того же самого лица. Ты пойдешь к зеркало и подумаешь, блин, меня все просто бесит, меня все бесит. Ты не будешь понимать, почему тебя бесит, потому что теоретически тебе может нравиться одежда, но тебе будет мне некомфортно. И точно так же, там, например, в обратную сторону работать абсолютно аналогично. Если ты идешь к какой-то мешковатой одежде, тебе это не нравится, ты хочешь быть женственной, ты хочешь, там, не знаю, с декольте naughty, конечно, тебя будет весить в таком случае обратно тот самый оверсайз, потому что будешь думать, ема, ну я же не хочу оверсайз, я же хочу быть в декольте. Мы можем говорить сколько угодно о том, что внешность не важна, но все равно люди обращают внимание на внешность. И хрен с этими людьми, которые на нее обращают внимание Смотрите, нравится ли вам то, какое на вас внимание обращают И нет, это вообще не история про мужиков, которые подходят на улицу с кем-то знакомиться или клеить Это только о том, насколько вам комфортно, например, приходить в магазин в пижаме И ловить вот такие взгляды продавцов Или вам просто ужасно будет, если на вас кто-то так и посмотрит, а вообще консультант проигнорирует И к чему это я рассказала? Некоторым людям от этого весело, мне весело Но некоторые люди, для них это не то, чтобы не весело, для них это просто смерти подобно Есть люди, которые реально там одеваются в магазины прилично, делают макияж, укладку Одеваются самое лучшее, самое дорогое, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что у них нет денег Это хорошо или это хорошо? Ничего не хорошо, это просто норма Одному человеку так комфортно, другому человеку так комфортно и ради бога Я, например, в подростковом возрасте, конечно, не могла бы представить себе, что я пойду, блин, в пижаме за сумочкой А это правда, между прочим, это как бы невозможно Сейчас мне пофиг, сейчас мне весело Тогда бы я просто суда провалилась, я бы вообще не зашла в этот магазин Потому что, типа, блин, чего? Поэтому пробуйте для себя разные, ребят Пробуйте разные Если в вашем реальном окружении на сегодняшний день собрались только одни и засранцы Которые только и занимаются тем, что развлекаются Как бы вас там зашемить Найдите себе друзей по интересам в том фондоме, в котором вы находитесь Вам нравится какой-то сериал, вступите в паблики по этому сериалу Посмотрите тиктоки с этим сериалом Я не знаю, найдите себе единомышленников В кругу единомышленников и начинайте вращаться И чем больше у тебя друзей в окружении, чем больше у тебя знакомых в окружении, тем тебе лучше Вы можете сказать, легко сказать, а как это сделать? Да банально Тебе, предположим, нравится Наруто Фанбаза Наруто, она безграничная Фанбаза, не знаю, словно эйфории, она огромная Вставить сюда любое личное по вкусу Фанбаза BTS или Blackpink, я вообще молчу там Просто гигантская Не найти себе друзей в этой огромной, в этом огромном фандоме, это просто нереально Нравится тебе какой-нибудь блогер? Зайди в комментарии к этому блогеру Напиши кому-нибудь, кстати, понравится в директе по серии Блин Тоже там, условно, смотришь Лису, я тоже смотрю Типа, какое-то тебе любимое видео Да, возможно, вас там из пяти человек три проигнорируют Но кто-то ответит Люди в большинстве своем, они как делятся на две группы Экстраверты и интроверты Есть нечто среднее, но большинство это вот эти вот два типа И если вы интроверт, и, конечно, вам будет тяжело кому-то просто так написать Но вы должны понимать, что маловероятно, что если вы не возьмете и не сидите в свои руки Что кто-то придет и однажды напишет вам Пока все не будут так делать Я экстраверт по жизни, поэтому я всегда всем пишу Там мне кто-то нравится, я напишу Если мне кто-то не ответит, конечно, мне неприятно, я оскорбляюсь Я недавно написала одному человеку в директ Потому что я очень сильно оскорбилась, что увидела его фотографии Там на каком-то огромном сайте И я просто хотела сказать, что, типа, чувак, как бы Твои фотографии используют, меня проигнорировали Я два дня бомбила, я бомбила всем подругам Какого хрена меня там проигнорировали Как бы, да, конечно, мне тоже неприятно Но мир на этом не закончился Простите, а что? Ну, ответил, ответил, не ответил, не ответил Как бы бывает И у вас то же самое, не парьтесь Если вас даже много кто проигнорирует Кто-нибудь не проигнорирует Пробуйте разные подачи, пробуйте писать по-разному Чем большим количеством людей вы себя окружите Тем меньше вы будете запариваться на многие темы Самое важное, что я хочу вам сказать Если вы испытываете тягу к творчеству Занимайтесь творчеством Не слушайте, что вам будут говорить, что это бесполезно Что это не монетизируется Это все полная фигня Вы можете монетизировать абсолютно что угодно Вы можете делать кастом, продавать его Вы можете делать, не знаю, украшения, продавать их Вы можете делать фотошоп, продавать фотошоп Быть ретушером, фотографом и так далее по списку Банально, услуги человека, который монтирует видео Они тоже нужны Всегда Человек, который делает, я не знаю Поэтому, если вы, как и я, в какой-то момент начинаете загоняться На тему того, что вы не можете что-то делать Потому что это возможно Потому что родители внушили вам, что вы никогда на этом не сможете заработать Это просто фигня Занимайтесь чем-чем, к чему у вас лежит душа Может быть, вам вообще это неинтересно Может, вы хотите только одну единственную кофту, например, себе сшить Потом вам это нафиг не упрется Такое возможно Но если вы будете внутри себя это подавлять Вы никогда этого не узнаете Хочешь ты заниматься обработками фоток? Иди, вон, на ютубе целая куча уроков Лучше, там, не знаю, заниматься макияжем Пожалуйста, вот, мой канал там элементарно Далеко ходить не надо Сиди, занимайся макияжем Делай себе брови Перерисуй себя 50 раз Запиши видео в тикток Делай, развивайся Не парься Только так ты можешь быть счастливым Если ты будешь несчастный Если ты будешь сидеть без общения Конечно, ты, блин, обросешь такими комплексами Что ты никогда по жизни не будешь испытывать счастье Оно тебе вообще надо Просто подумай о том, что в дальнейшем Каково тебе будет, если А ты просто не будешь делать то, что ты хочешь С вами получилось Обязательно расскажите, пожалуйста, в комментарии Ваши какие-то истории Какие у вас комплексы Может быть, вы тоже поняли Что вы что-то хотели всю жизнь свою делать Но вы ничего не делали Мне будет, правда, очень интересно узнать ваши истории Я вас очень сильно люблю И я желаю вам только всего самого лучшего Всем спасибо за просмотр И всем пока Люблю вас Субтитры сделал DimaTorzok